ДЦП. Этот страшный диагноз Саидику поставили, когда он был еще совсем маленьким. С тех пор родители стараются облегчить и улучшить жизнь ребенка. Врачи больницы, лекарства и лечебные массажи все это помогает, но стоит больших денег. Семья едва сводит концы с концами. Теперь Саид подопечный благотворительного фонда Инсан. Чтобы начать ходить, ему нужна поддержка не только родителей, но и неравнодушных людей. О том, как маленький человек борется с большой болезнью, в сюжете Карины Баталовой. Саидик, что ты хочешь? Казалось бы, обыкновенное желание для 4-летнего мальчика – ходить в школу. Но для Саидика оно может стать несбыточным. Его мама показывает толстую папку со справками и анализами сына. За эти 4 года они побывали у десятка врачей. Наша медицина никуда не годится. Я не раз обращаюсь к нашим врачам. Мне очень тяжело элементарно попасть здесь на реабилитацию. В данный момент я должна быть на реабилитации, но я дома. Потому что мне не дают ни анализа, ничего. Я сейчас сижу дома. Потому что, не знаю, за все вынуждена платить. Реабилитация детям с диагнозом ДЦП просто необходима. Массажи, дорогостоящие препараты, ЛФК и плавание. При комплексном подходе в будущем ребенок может стать самостоятельным человеком и полноценным членом общества. Но молодой семье из нового хушета сложно вновь и вновь находить деньги на постоянное лечение. Да и так называемая бесплатная медицина здесь не работает. Очень тяжело. Потому что навстречу никто не идет. Просто понимаю тебя, да, да, поможу. А я четыре с половиной года живу в больницах. Бывает, что я покупаю препараты. Не жалуюсь. Все покупаю. То, что надо, я ради своего сына как бы на все иду, все делаю. Ну, просто вот морально устаю, понимаете. Ходить самостоятельно Саидик не может. Но зато он уже разговаривает. Малыш очень любит гулять и хочет когда-нибудь иметь свой велосипед. Мама обещает его купить. Главное, чтобы сын сам начал ходить. Ой, ой. Давай, давай, ты сильный, давай. Идем к маме, идем. Мама, туда иди. Сейчас семья Абуталимовых живет в трех комнатках небольшого вагончика. Рядом стоит фундамент будущего дома. Загра улыбается. Дом делаем большой, с расчетом на сына и уже его предстающую семью, которая, не жалла, появится, если мальчик станет самостоятельным. О чем вы сейчас больше всего мечтаете? Ой, вы знаете, я, кроме как, чтобы он ходил, мне больше ничего не надо. Исполнить мечту Саида и его маму можно, отправив смс на номер 3116 с текстом «Вера» и суммой. Для поездки в реабилитационный центр «Сакура» в Челябинск мальчику необходимо 159 тысяч рублей. Даже самый небольшой вклад будет значимым в жизни этого ребенка. Карина Баталова, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. Спасибо. 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 Спасибо.